Графическое решение квадратных уравнений. С квадратными уравнениями вы уже встречались в курсе алгебры 7 класса. Упоминали мы их и выше, в 10 уроке. Напомним, что квадратным уравнением называют уравнение вида ax² плюс bx плюс c равняется 0, где a, b, c – любые числа, коэффициенты, причем a не равно 0. Используя наши знания о некоторых функциях и их графиках, мы в состоянии уже теперь, не дожидаясь систематического изучения темы квадратные уравнения, решать некоторые квадратные уравнения, причем различными способами. Мы рассмотрим эти способы на примере одного квадратного уравнения. Пример. Решить уравнение x² минус 2x минус 3 равняется 0. Решение. Первый способ. Построим график функции y равняется x² минус 2x минус 3. Первое. Имеем. a равняется 1. b равняется минус 2. x нулевое равняется минус b, деленное на 2a, равняется 1. y нулевое равняется f от 1, равняется 1 в квадрате минус 2 минус 3, равняется минус 4. Значит, вершиной параболы служит точка 1 минус 4, а осью параболы прямая x равняется 1. Второе. Возьмем на оси x две точки симметрично относительно оси параболы. Например, точки x равняется минус 1 и 3. Имеем. f от минус 1 равняется f от 3, равняется 0. Построим на координатной плоскости точки минус 1, 0 и 3, 0. Третье. Через точки минус 1, 0, 1, минус 4, 3, 0 проводим параболу. Корнями уравнения x² минус 2x минус 3 равняется 0 являются абсциссы точек пересечения параболы с осью x. Значит, корни уравнения таковы. x первое равно минус 1, x второе равно 3. Второй способ. Преобразуем уравнение к виду. x² равняется 2x плюс 3. Построим в одной системе координат графики функции y равняется x² и y равняется 2x плюс 3. Они пересекаются в двух точках. a минус 1, 1 и b 3, 9. Корнями уравнения служат абсциссы точек a и b. Значит, x первое равняется минус 1, x второе равняется 3. Третий способ. Преобразуем уравнение к виду x² минус 3 равняется 2x. Построим в одной системе координат графики функции y равняется x² минус 3 и y равняется 2x. Они пересекаются в двух точках a минус 1, минус 2 и b, 3, 6. Корнями уравнения являются абсциссы точек a и b. Поэтому x первое равняется минус 1, x второе равняется 3. Четвертый способ. Преобразуем уравнение к виду x² минус 2x плюс 1 минус 4 равняется 0. И далее, x² минус 2x плюс 1 равняется 4. То есть, x минус 1 в квадрате равняется 4. Построим в одной системе координат параболу y равняется x минус 1 в квадрате. И прямую y равную 4. Они пересекаются в двух точках a минус 1, 4 и b, 3, 4. Корнями уравнения служат абсциссы точек a и b. Поэтому x первое равняется минус 1, x второе равняется 3. Пятый способ. Разделив подчленно обе части уравнения на x, получим. x минус 2 минус 3 деленное на x равняется 0. x минус 2 равняется 3 деленное на x. Построим в одной системе координат гиперболу y равняется 3 деленное на x и прямую y равняется x минус 2. Они пересекаются в двух точках a минус 1 минус 3 и b, 3, 1. Корнями уравнения являются абсциссы точек a и b. Следовательно, x первое равно минус 1, x второе равно 3. Итак, квадратное уравнение x квадрат минус 2x минус 3 равняется 0. Мы решили графически пить у способами. Давайте проанализируем, в чем суть этих способов. Первый способ. Строят график функции y равняется ax квадрат плюс bx плюс c и находят точки его пересечения с осью x. Второй способ. Преобразуют уравнение к виду ax квадрат равняется минус bx минус c. Строят параболу y равняется ax квадрат и прямую y равняется минус bx минус c. Находят точки их пересечения. Корнями уравнения служат абсциссы точек пересечения, если, разумеется, таковые имеются. Четвертый способ. Преобразуют уравнение к виду ax квадрат плюс c равняется минус bx. Строят параболу y равняется ax квадрат плюс c и прямую y равняется минус bx. Она проходит через начало координат. Находят точки их пересечения. Четвертый способ. Применяя методы выделения полного квадрата, преобразуют уравнение к виду. Строят параболу и прямую y равняется минус m, параллельную оси x. Находят точки пересечения параболы и прямой. Пятый способ. Преобразуют уравнение к виду ax квадрат деленное на x плюс bx деленное на x плюс c деленное на x равняется 0. То есть ax плюс b плюс c деленное на x равняется 0. c деленное на x равняется минус ax минус b. Строят гиперболу. y равняется c деленное на x. Это гипербола при условии, что c не равно 0. И прямую y равняется минус ax минус b. Находят точки их пересечения. Заметим, что первые четыре способа применимы к любым уравнениям вида. ax квадрат плюс bx плюс c равняется 0. А пятый только к тем, у которых c не равно 0. На практике можно выбрать тот способ, который вам кажется наиболее приспособленным к данному уравнению, или который вам больше нравится, или более понятен. Замечание. Несмотря на обилие способов графического решения квадратных уравнений, уверенности в том, что любое квадратное уравнение мы сможем решить графически, нет. Пусть, например, нужно решить уравнение x квадрат минус x минус 3 равняется 0. Специально возьмем уравнение, похожее на то, что было в рассмотренном примере. Попробуем его решить, например, вторым способом. Преобразуем уравнение к виду x квадрат равняется x плюс 3. Построим параболу y равняется x квадрат и прямую y равняется x плюс 3. Они пересекаются в точках А и В на рисунке. Значит, уравнение имеет два корня. Но чему равны эти корни, мы с помощью чертежа сказать не можем. Точки А и В имеют не такие хорошие координаты, как в приведенном выше примере. А теперь рассмотрим уравнение x квадрат минус 16x минус 95 равняется 0. Попробуем его решить, скажем, третьим способом. Преобразуем уравнение к виду x квадрат минус 95 равняется 16x. Здесь надо построить параболу y равняется x квадрат минус 95 и прямую y равняется 16x. Но ограниченные размеры листа тетради не позволяют этого сделать, ведь параболу y равняется x квадрат надо опустить на 95 клеток вниз. Итак, графические способы решения квадратного уравнения красивы и приятны, но не дают стопроцентной гарантии решения любого квадратного уравнения.